В нашем организме все взаимосвязано, а потому лучший вклад в свою красоту – это забота о здоровье. Такую проблему, как выпадение волос, лучше решать не в салоне красоты, а на приеме у врача. Нужно обследовать витамины и микроэлементы для того, чтобы сориентироваться, какое здесь выпадение волос, либо гормональное, либо стрессовое, либо у нас витаминов недостаточно, либо анемия. И вот эту диагностику мы проводим совместно с дерматологами. В волосяном фолликуле очень много рецепторов на гормоны. Если нарушается вот эта рецепторная функция вот этого фолликула, то, конечно же, кровоснабжение ухудшается, опять же, нет питания этому волосяному фолликулу. И, конечно, он ломкой и ломкой становится, выпадает, и луковица сохнет. Адренокортикотропный гормон очень серьезно влияет вообще на состояние организма. И если его недостаточное, то здесь одна ситуация, если его много, здесь другая ситуация. То есть, когда его много, конечно, повышенное содержание вот этих андрогенов приводит к тому, что снижается количество женских половых гормонов и уменьшается эстроген, уменьшается прогастероны, сухость кожи, сухость слизистых. И, конечно же, нарушается кровоснабжение полосяного фолликула. И поэтому всевозможные здесь нарушения. Следующая причина, очень важная такая причина, это, конечно, анемия у женщин. Весна. Женщины приходят бледные, с нарушениями какими-то в менструальной функции. Анемия, опять же, приводит к тому, что волосяной фолликул плохо кровоснабжается, естественно, нарушается кровообращение, он сохнет, и ломкость волос появляется. Очень важная причина – стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация – это одна из таких основных, можно сказать, причин. У нас мы постоянно в стрессе, потому что от стресса вырабатываются неправильно наши гормоны в нашем организме. А уже доказано, что кожа – это как бы гормонально зависимый орган. И если что-то не так, то, естественно, и на коже что-то не так, и выпадение волос происходит. У молодых женщин, конечно, это встанет все на свои места, но если это в большом количестве выпадает волос, здесь нужно подойти к доктору обязательно, посмотреть и обследоваться, потому что такого не должно быть. Незначительное выпадение волос, да, может быть, и оно через, допустим, в течение месяца это должно восстановиться, и потом не тревожить женщину. Она не должна беспокоиться, что какая-то проблема у нее возникает или серьезное выпадение волос. Если после родов большое количество выпадает волос, так, здесь мы уже должны подключиться и назначить, и посмотреть, и обследовать, и рекомендовать, и все-таки, чтобы она потом не потеряла большое количество волос, которые трудно будет восстановить. Итак, мы выяснили, что красота зависит от здоровья, а здоровье – от эмоционального состояния. А в этом направлении работает все – и правильное питание, и физическая активность, и умение справляться со стрессом. Кстати, способность 50 выглядеть на 35 закладывается в молодом возрасте. И если мы хотим сохранить надолго достойное качество жизни, то все вышеперечисленное стоит начать практиковать как можно быстрее.